всем привет я сейчас убираю то там убрал чуть-чуть то там помыл вот лотки сейчас у курочек убираю и думаю вам давайте сниму отдельно про курочек я вам говорил что я взвешу мне самому интересно я вы знаете я сыплю ведро корма им на два дня у них там большой таз и в общем я принес весы и мы сейчас взвесим сколько же весит то ведро потому что я говорю 150 грамм а в комментариях пишут что 150 грамм много и типа 120 хватит ну в общем сейчас посчитаем сколько они на самом деле едят сколько много сколько хватит и сколько они едят но начну вот с кроликов посмотрите что произошло короче прихожу сейчас утром сюда в сарай и сидит крольчиха внутри думаю кормит открываю открываю она никого не кормит они сидят вот тут у мастили 5 штук сидит там а 4 сидит здесь не пошло им гнездо так что вернул назад может даже тут лучше будет вылазить они не вылазит я доску запнул туда в общем я сейчас буду их кормить тут тут вот у этих девок быстренько вычистил и вот принес весы у меня вот такие кухонные не стал тянуть эти большие они кривые но вроде показывает ровно но думаю мне 7 килограмм мне хватит до 7 килограмм видите весы вот так нолик я даю только дробленку мне сейчас нужно дробить пшеница ячмень и все и добавляю премикс вот этот который беру мы сейчас с вами его взвесим сейчас секундочку это на место повешу потому что ну как бы я даю две ложки так на глаз больше это меньше это я не знаю это как добавочка идет и вот это ведро я ношу мы вчера с вами считали корм сколько съедают свиньи и я посчитал в свою сторону короче насчитал больше затрат на свиней чем есть на самом деле вот видите одна кружка это я две кружки даю свинотам и я сказал что в ней килограмм то считаю кружку как 5 гривен за килограмм пшеница а на самом деле смотрите ее вес вы видите то есть килограмма нету то есть я считал на день одной свинки два килограмма а на самом деле одна вьетнамская свинка даже два килограмма не съедает понимаете о чем я а теперь вот я вот так мешаю добавляю каждый раз то есть постоянно добавляю так две ложки 740 грамм считаем да вот было 740 две ложки вот прям вы видите ровно пепа сейчас ты не голодная я еще тебя не поубирал понимаешь тебе лишь бы поорать ровно 100 грамм даю добавочки по пакет стоит 40 42 гривны вот видите на нем написано то есть 100 грамм премикса это 4 гривны уже раз пошли у нас ролики с математикой давайте давайте уже закончим эти ролики с математикой чтобы у вас отпали вопросы а самый главный самый главный смысл того что выгодно или невыгодно это то что мясо до яйцо домашнее понимаете разница в чем вот так а это не сравнимо с магазинным вот так вот так раз и ведро полное видите видите давайте досыпем с горой сейчас весы уже отойдут потому что до 7 килограмм не знаю плюже 700 грамм тара весов вот так полно с горой вот это ведро куром на два дня здесь 6 килограмм 6 килограмм это 30 гривен чтоб вы понимали да 6 килограмм ну и 100 грамм этого 4 34 как я вчера вам и говорил так и есть прям точно по весу так и есть то есть курочки съедают за день 18 гривен ежедневно 18 гривен вчера снесли 6 яиц по 60 это 36 ровно наполовину больше ну пошли к курам наконец-то плюсовая температура и вот этот навоз ну куриный помет оттаял и в общем я по вычищал тут вот тут еще сейчас я думаю и вот смотрите ну это я снизу поднял вот три штуки снизу лежала 3 сверху и сегодня тоже 6 яиц вы видели бывало 10 и 12 то есть это чтобы если те дни которые там меньше снесут было и 3 то есть как бы 3 яйца это они только себя покормили а вот в основном больше то есть так что ну ребята даже 10 кур для себя вот сейчас говорят да сейчас дорого нет смысла держать только одни убытки никакого толку я вам живые примеры показываю ежедневно то есть мы ходим по яйцо если даже не ходим сюда по яйцо курочкам то я вам просто показываю сколько они снесли каждый день у нас у меня 24 курицы и два петуха вот у нас дождь и шел всю ночь лужи мокро ну вот моя птичка которая вот такой большой поголовье на день трачу это я вам говорю цену покупного корма вы сейчас можете начать писать что да ты ж корм не покупаешь но я же не говорю что мне можно не считать у меня бесплатно да ну как бы так да я вам рассказываю что если корм покупной я вам цену на пшеницу ячмень сейчас вам сказал конечно если вы будете покупать на рынке то вы там переплатите еще и тому кто на рынок это зерно купил лучше найти тех кто это зерно выращивает поехать и купить у него дома и так ну или на ферме и так будет дешевле и цена не более 5 гривен за килограмм ну вот и смотрите вот так так сейчас вот эти опилки размету вот олепеху уберу постелю все и будет хорошо поилочку помою они два дня пили сыворотку сейчас налью водички потому что куром ну как бы одной сыворотки ненормально это не свиньи я ящика просыпалась а так будет будет сухо лопата а то которым присухло все это вы должны понимать что я не даю специализированных кормов то есть если вы будете покупать специализированные корма там цена за килограмм намного выше то есть и 15 и 17 и 20 гривен за килограмм но вы должны понимать что на специализированном корме и куры будут больше вести нестись то есть даже зимой то есть вы все равно будете получать выше но яйца больше чем будете тратить на корм как бы как бы не старались а мне и так нормально вы должны понимать что я вам сейчас считаю по стоимости яйца по стоимости корма и по количеству яйца но сейчас как только начнет добавляться день и начнет теплеть март апрель куры начнут добавлять реально яйца будет в два раза больше а то и в три по весне куры сами начинают нестись в разы лучше и и не думаю что цена на яйцо сильно сильно снизится но там же было мокро сейчас упасть подстелю сухими опилками тут сразу станет уютнее влажность уменьшится и не будет холодно вот так все на мелко можно чуть-чуть еще и погнём добавить теплопилок корочку то это зато 10 и соберем да да вот так вот вот вон допилочек так сейчас накидаю вон опилок все Все Давайте, заходите. Сейчас заходят куры, а я сбегаю. Побую в кастрюлю. 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 И всем пока-пока.